Каргалинский округ является одним из крупнейших в Ак-Тубе. Его население составляет 8,5 тысяч жителей, проживающих в пяти населенных пунктах. В настоящее время социально-экономическому развитию округа уделяется большое внимание. С каждым годом условия труда и отдыха куралинцев улучшаются. Были выделены средства с учетом трансфертов около 180 миллионов тенге. Все было освоено до копеечки. То есть все средства были направлены на нужные населения. То есть уличное освещение, щебеночное покрытие дорог, обеспечение школ, инвентарем. У нас в Ильевской школе организован подвоз детей с 39-го разъезда. И в этом году мы полностью отремонтировали школьный автобус. Деньги тратятся на решение самых актуальных и затратных проблем водоснабжения, содержания, ремонта дорог, решение вопроса с дошкольным образованием. В минувшем году совместно с частными предпринимателями были открыты два детских сада на 120 и 60 мест. Ежемесячная оплата за ребенка не превышает 10 тысяч. Этот вопрос снят с повестки, но остаются другие. В настоящее время у нас самая основная проблема, которую нам необходимо решить, это обеспечение жителей села Орлео централизованным водопроводом. То есть документация полностью готова, ждем финансирования. И вторая большая проблема – это асфальтирование дорог. Конечно, это требует огромных средств, больших средств, поэтому мы на себя взяли обязательства улицы хотя бы щебеночным покрытием. В прошлом году такие работы были проведены на 39-м разъезде. Полностью заасфальтирована улица Женес в поселке Курайли. В планах капремонт центральной улицы Исетбатыра. В округе имеется две амбулатории и одна круглосуточная аптека. Услуги ЦОНа жители получают бесплатно в отделении Каспочты. По словам Акима, вопросы, не требующие больших расходов, решаются за счет местного бюджета. Тем более, что совершается постепенный переход к местному самоуправлению. С 1 января 2018 года мы переходим на четвертый уровень бюджета местного самоуправления. Инвентаризацию полностью провели. Свои средства, то есть это 6 видов налога, они у нас составляют 29 миллионов. И с учетом трансферта, это на содержание Дома культуры, на содержание Государственного детского сада, ну и, соответственно, Акимата сельского округа, все средства, они, конечно, будут освоены и направлены именно на те нужды, которые у нас они предусмотрены. В ходе встречи жители поселков смогли обратиться к руководству округа со своими проблемами и получить ответы на интересующие вопросы, но их оказалось не так много. Все-таки в последнее время жалоб становится меньше, остаются пожелания. К примеру, претензии прозвучали опять в адрес автопарка. С автобусами проблема. К нам ходит один маршрут, 83-й, его приходится ждать часами. На линию выходит мало транспорта, иной раз два-три автобуса. Поэтому людям приходится стоять на остановке, ловить момент, чтобы добраться в город. А еще водители и кондукторы приезжают нервные, грубят и грызаются. Вот это хотелось бы исправить. У нас все хорошо. С Акимата нам выделили спортивные инвентаря, и мы выиграли Биктермен Бреге, Самур Казна, все спортивные инвентаря. У нас все отлично. Ну, вода у нас есть. Нам требуется дорогу отремонтировать, которая у нас центральная. Дело с автобусом. У нас автобусы ездят вроде как постоянно. Ирина Гудс, Алексей Уразов, программа «Факт».